Русские новости Владимир Путин рекомендовал ведущей фракции в Государственной Думе, один самозванец, другим самозванцем, назначить руководителем Государственной Думы, ее председателем Вячеслава Володина, недавнего заместителя руководителя администрации президента и давнишнего негодяя, который обслуживает интересы олигархии, все время толчется при Путине, вовремя кланяется, вовремя вылизывает там, где положено вылизывать начальству, и вот теперь его очередное повышение, теперь в Государственной Думе он будет первым лицом, то есть в государстве займет одно из ведущих мест, один из официальных постов, который определяет лицо государства. И вот это лицо, это лицо человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией, как мягко говорят во всяких там справочниках и официальных выступлениях. На самом деле, если говорить уже языком таким научно-общественным, то это извращенец. Вот русский национальный фронт по этому поводу выпустил петицию, не то чтобы мы рассчитываем, что там Путин на нее ответит, или кто-то из его чиновников прочтет. Мы рассчитывали на то, что обратим внимание граждан на приобщение к высшим государственным должностям, лица так называемой нетрадиционной ориентации, то есть извращенца. Мы рассчитывали, что разместим на общедоступном ресурсе эту петицию, и ее смогут подписать тысячи людей. Каково же было наше удивление, когда какими-то специальными методами срезали вообще возможность заходить на эту страницу, а потом и вовсе ее удалили. Успели проголосовать только около 200 человек. И снова мы выставляем на том же ресурсе эту же петицию, подозреваем, что произойдет то же самое. То есть то, что называется гомофобия, это вот такой аргумент для всяких негодяев, которые ограждают извращенцев от справедливого возмущения со стороны нормальных граждан. Вот текст этой петиции, чтобы он не затерялся, я его хотел бы сохранить в русских новостях. Гражданин Президент. 24 сентября 2016 года, согласно сообщениям СМИ, так называемый Высший Генеральный Совет Партии «Единая Россия», утвердил кандидатуру первого замглавы администрации президента Володина на выдвижение его на пост спикера Государственной Думы 7-го созыва. С учетом поддержки президента, предлагаю рекомендовать нашей фракции внести кандидатуру Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Госдумы 7-го созыва, заявил председатель «Единой России» премьер-министр Медведев. Ссылка дается. Ранее, 23 сентября, на встрече с лидерами прошедших в Госдуму 7-го созыва партий, Вы, гражданин Путин, являясь лидером партии «Единая Россия», предложили депутатам поддержать кандидатуру Володина на пост председателя Нижней Палаты. Между тем, напоминаем, что ранее, 25 мая 2013 года, в эфире «Эхо Москвы», называемый основателем правозащитного проекта «Гея Раша Ру» и главой московского гейт-прайда, так называемый правозащитник Николай Алексеев, среди прочего, заявил, цитируем дословно, совместитель главы администрации президента Путина Володин является лицом гомосексуальной ориентации. Ранее, в конце 2011 года, близкий к власти политолог Станислав Белковский, также заявил РИА «Новый регион», что спикером Госдумы впервые станет гей Вячеслав Володин. Здесь тоже дается ссылка. С одной стороны, прошедшие в сентябре 2016 года выборы нелегитимны, поскольку в нарушении принципа равенства, заложенного в Конституции, в основном законе России, в прошедшей избирательной кампании были даны преимущественные права исключительно партиям. Поэтому результаты этих антиконституционных выборов должны быть объявлены недействительными, после чего должны быть проведены новые выборы в высший законодательный орган страны на беспартийной основе, согласно Конституции Российской Федерации. Таким образом, все предыдущие публичные утверждения о гомосексуальности выдвинутого вами кандидата на пост спикера Думы формально можно не принимать во внимание. Действительно, если распустить Думу, то и ее председатель идет в отброс. Но Путин же этого не сделает. Между тем, как бы то ни было, утверждения о гомосексуальности Володина прозвучали на всю страну, но им так и не были опровергнуты. Что вызывает у нас серьезные вопросы, если эта публично озвученная информация не соответствует действительности, почему она не опровергнута, а заявители и СМИ, ее распространившие, не понесли ответственности по закону. Если же утверждения гомосексуальности Володина правдивы, то как было можно вообще рассматривать его кандидатуру и выдвигать его на должность главы высшего законодательного органа России? Ведь это является явным и прямым оскорблением веры и традиций русского и других коренных народов нашей страны. В связи с вышеизложенным мы категорически требуем, чтобы и после отмены выборов, назначения новых выборов и переизбрания Государственной Думы уже на беспартийной основе, впредь и навсегда исключить назначение гомосексуалистов и других извращенцев на все должности и посты в органы государственной власти России. Русский национальный фронт, подписи и ссылки на соответствующие источники, которые цитировались в этой петиции. Ну, может быть, не все помнят и не все знают, но дело в том, что Владимир Путин сам засветился, по крайней мере, в симпатиях к этому гомосексуальному прайду, как вот здесь цитировалось в этом документе. Ну, во-первых, это гомосексуальная группа, которая прошла в Государственную Думу в Единой России, когда она еще называлась Единство, в 99-м году, когда Путин собрал весь СОР, его политтехнологи соскребли вообще отовсюду всякий человеческий мусор и составили тогда избирательное объединение Единства. Оно прошло в Государственную Думу и прошли несколько кандидатов, которые стали депутатами, откровенно демонстрирующие свои гомосексуальные наклонности. Был там такой мальчик-колокольчик с кудрявой головой и огромным розовым бантом. И он, не стесняясь, ходил, и, в общем, все понимали, что это за публика. Он и еще там несколько человек, они, правда, потом быстро перебежали к демократам, но, тем не менее, через Единую Россию они получили статус депутата Государственной Думы и успешно им пользовались в течение четырех лет. Второй элемент склонности, если не к гомосексуальности, то к каким-то странным наклонностям в отношении малолетних детей проявился в известном событии, когда Путин вдруг неожиданно увидел рядом с собой мальчика среди приветствующего толпы и подошел к нему, задрал ему майку и поцелал его в животик. Поведение в высшей степени странное, скажем так, очень мягкое, но, я думаю, что подавляющему большинству тех, кто все это видел и помнит об этом, сценка много чего рассказала. И вот, наконец, Путин вносит кандидатуру Володина на пост председателя Государственной Думы, чего он не делал никогда. То есть раньше это все делалось тихо, за кулисами. И, может быть, граждане не знают о том, что существует голубое лобби. Об этом вот Елена Мизулина, которую списали в Совет Федерации за какие-то там заслуги, помимо этого, говорила постоянно. Есть голубое лобби, так называемое голубое лобби в системе государственной власти. Оно не формирует партию, оно не выдвигается как-то, не показывает себя, ну, потому что для подавляющего большинства граждан эта тема сама по себе омерзительна, а уж люди, которые олицетворяют эту тему, это просто нелюди, это просто те, кого надо изолировать и лечить. Когда-то в средние века там поркой лечили, а психов просто поркой лечили, но гомосексуалистов просто не считали за людей и уничтожали их там, где только замечали. Так вот, действительно, эта группировка обосновалась во власти и теперь она, можно сказать, выходит на авансцену большой политики. Для Запада это дело естественное, когда там мэр Нью-Йорка или там мэр Лондона или мэр Берлина объявляют о своей гомосексуальности. Но это у них, понятно, они через свои традиции переступили, и на выборах у них гей-сообщество – это нечто очень влиятельное. Откуда вообще все это пошло? Ну, это же противоестественно, противоречит человеческой природе. Хотя в нечеловеческой природе есть элементы гомосексуальности, когда некоторые животные, там мелкие обезьяны, иногда путают партнеров мужского и женского рода. Вот здесь-то не путают, то есть там не ошибка инстинкта, здесь это сознательный выбор. Это не то, что человек родился гомосексуалистом, какие-то там у него отклонения. Бывают гермафродиты, да, это генетическая ошибка, это болезнь природная. А вот гомосексуализм – это, конечно, болезнь социальная, причем это болезнь особо опасная, потому что она является таким притягательным моментом для так называемой элиты. Элиты, которые пользуются определенными преимуществами в своем образе жизни, прежде всего финансовыми преимуществами, и начинают пробовать все виды греха, пробовать на вкус, как этот грех. Грех, как известно, сладок. И чем дальше вот этот наркотик греха принимают эти представители элиты, тем им больше хочется еще более острого греха. И постепенно они, начиная с малого, доходят вот и до этого, до мужеложества, а то и до скотоложества. Все это возможно в этой среде, возможно, все. Теперь они это навязывают нам. Это не просто возможно, они хотят, чтобы мы это считали нормой. Чтобы мы привыкли к тому, что извращенцы вокруг нас, в системе власти, и еще напомню, что и Путин об этом высказался на одной из пресс-конференций, когда кто-то ему задал вопрос о том, как поживают гомосексуалисты в России. Он сказал, что у нас все нормально, у нас эти люди получают награды, продвигаются по карьерной лестнице. Все у нас в порядке. Действительно все в порядке. У них все в порядке. У нормальных людей все не в порядке. Когда рядом присутствуют извращенцы, у нормальных людей все не в порядке. Ну вот теперь в Госдуме будет, видимо, все не в порядке. И я хотел бы еще из своего опыта напомнить, что я написал в свое время книжку «Осколки эпохи Путина». И вот том назывался «Бюрократия против нации». Два тома. Один назывался «Бюрократия против нации». И там о порнографическом и голубом лобби в Государственной Думе. Это я видел своими глазами. Могу точно сказать, что такое лобби там было. И базой для этого лобби была фракция господина Жириновского. Но также поддержку голубого лобби оказывала очень активно группировка, которая была во фракции «Единая Россия». Все эти люди очень хорошо упакованы. И, кстати, представитель правительства, который выступал по поводу законопроектов, связанных с запретом порнографии и преследованием порнографических материалов, господин Логинов, тоже относится вот к этой лоббистской группировке. Но если не голубого лобби, то уж порнографического точно. О голубом лобби вот такие обстоятельства. Я прямо прочитаю то, что было написано в моей книжке, так с сокращениями выбрасывая там все подряд, оставив только основную канву. В Думе третьего созыва депутат Геннадий Райков, в то время лидер фракции «Народный депутат», внес законопроект, посвященный восстановлению уголовной ответственности за мужеложество. Прежний состав Думы не поспел рассмотреть этот проект. Очень уж он оказался неудобным. В Думе четвертого созыва обсуждения проекта постарались всячески скомкать так, что даже его инициатор как будто проглотил язык. Зато темой воспользовался Жириновский. Зная, что высказаться при обсуждении законопроекта ему не дадут, Жириновский сформулировал свое отношение к нему в порядке рассмотрения повестки дня. Ну, была такая процедура. Вот перед началом обсуждения по повестке дня можно было выступить. И Жириновский, наверное, минут 10 выступал о том, что вот вы сейчас внесли такой законопроект, вы к нам в постель хотите залезть, поставить кругом видеокамеры, как вот в таком его такой манере отъявленного негодяя. Он выступал минут 10, ему предоставили полную возможность. А обсуждение законопроекта депутатам не дали. То есть Жириновский заранее знал, что по законопроекту будет принято решение премии не проводить. И выступил в течение 10 минут по повестке дня, фактически изложив свою позицию, против введения этой ответственности, против, я еще раз подчеркиваю, фракции ЛДПР. И Жириновский лично были против введения в уголовное законодательство ответственности за мужеложество. Запомните это, голосовавшие за ЛДПР. Вы проголосовали за извращенцев. Дали депутату Райкову, когда подошло его время, дали возможность выступить. Он выступил очень коротко. И вот его слова. Уважаемые коллеги, я, наверное, сделаю самый короткий доклад. Законопроект перед вами, он вам всем известен. Он обсуждался два года о внесении уголовной ответственности за мужеложество. Статья такая существовала в Уголовном кодексе до 1993 года. Потом она была изъята, что как семафор открыла путь для таких явлений, которые мы все наблюдаем. Эти явления есть в обществе. Я нисколько не согласен с комитетом, профильный комитет, естественно, по конституционному законодательству, по-моему, таков был. Они базируются на статье 23 Конституции о праве на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну. А законопроект к этому не относится. Он относится к статье 55 Конституции, часть 3, в которой говорится, что необходима защита нравственности, здоровья, прав и интересов лиц. Вот посмотрите, как подло они трактуют Конституцию, сталкивают две статьи. Вот якобы это вмешательство в личную жизнь. То есть извращенцы своей личной жизни, якобы они вот этой личной жизнью живут. А мы хотим туда вмешаться. Да, конечно же, не об этом идет речь. А о том, что пропагандируются их личные извращения как норма. Вот о чем идет речь. Вот сегодня нам предстоит такой интересный момент. Мы или вводим правовую общественную ограничительную норму для данного явления, или продолжаем дальше открывать шлагбаум. И следующим законом мы будем здесь рассматривать закон об однополых браках. Мы к этому идем. А принятие этого законопроекта закрывает всю публичность этого явления на экранах, в клубах и так далее. Я бы вот на этом доклад закончил. Каждый депутат, вот тут Жириновский выступал, независимо от той партийной принадлежности. Это законопроект той думы, он не имеет отношения ни к одной сегодняшней существующей фракции. Депутат должен просто определиться. Это нравственная позиция, чтобы потом ответить своим избирателям. Ну и как они ответили, вы думаете? Вот так. За законопроект проголосовало 58 человек против 35 человек. 80% депутатов не приняли участия в голосовании. А кто голосовал за? За голосовала Родина и КПРФ. И то частично, и то частично. То есть 58 человек в Государственной Думе из 450 решительно выступили за введение уголовной ответственности за мужеложество. Остальные либо цинично проголосовали против этого законопроекта 35 человек, либо просто уклонились от участия в голосовании. Но по сути дела они поддержали сохранение ныне действующей системы, что мужеложество это норма. Вот так установили депутаты в 2004 году. И сегодня мы расхлебываем то, что видим. Ну еще о тех, кто способствовал этому. Тогда заседание вела мадам Слизко. Может быть все уже забыли, был такой вице-спикер. Но она где-то с кем-то поссорила в системе государственной власти. Ее вообще-то всюду убрали. Нет ее, исчезла. Исчезла Слизко. Из номенклатуры ее выкинули. Ну а тогда она выступила на стороне вот этого голубого лобби. И я тут написал. Политическое чисто плюсов скрывает обычное ханжество. Если тема кажется неудобной для публичного обсуждения, можно было бы провести закрытое слушание законопроекта. Но вице-спикер Слизко поспешила избавиться от скользкой для власти темы. Вероятно потому, что голубой интернационал пустил в Россию глубокие корни. И противодействие ему не может быть безопасным. Но в 2010 году Слизко публично признала наличие голубого лобби. О том же сказал уполномоченный по правам ребенка Астахов. И ничего, ничего не сдвинулось с мертвой точки. Голубая история с участием ЛДПР имела примечательное продолжение. Когда Дума в 2004 году рассматривала законопроект об ограничении нижнего предела возраста вступления в брак. С этим законопроектом выступил депутат Митрофанов. Который потом исчез, просто пропал. Потому что его обвинили в каком-то там мошенничестве. Он уехал за рубеж. И Дума его исключила из своего состава. За то, что он не участвует в ее работе. Но это все чепуха. Человек многие годы болтался на виду у всех. Цинично пропагандировал самые развратные нравы. И вот на этот раз он тоже выступил. Выступил, что нам нужно снизить порог, брачный порог до 14 лет. Ну это так по виду, это кажется ну совсем уж никуда. Но на самом деле уже к тому моменту никуда существовало. И причем во многих регионах. И об этом в обсуждениях тогда в 2004 году тоже было сказано. Потому что в исключительных случаях в брак можно вступать моложе, чем в 16-летнем возрасте. В исключительных случаях. И вот эти порнографы и лоббисты голубого лобби, они решили, а давайте мы определим все-таки с какого возраста. Ну вроде благая цель. Меньше 16-ти можно, а с какого возраста? Давайте мы определим с 14-летнего возраста. То есть фактически это сексуальные отношения по согласию с 14-летнего возраста. Вот с чем вышла фракция ЛДПР и Митрофанов. Не приняли тогда этот законопроект, не приняли. Может быть как раз как одна из сторон мозга, там у этих лоббистов сработало. Ага, а зачем нам вообще ограничения какие-то? У нас нет никаких ограничений. В исключительных случаях, да хоть с 10-летнего возраста. В 2009 году ситуация с законом, предусматривающим уголовное преследование за гомосексуализм, повторилась. До рассмотрения дошел законопроект, залежавшийся под сукном, с прежнего думского созыва, внесенного бывшим депутатом-родинцем Александром Чуевым. С которым мы вместе были в Государственной Думе. Вот он тогда, родинцем Чуевым, внес в уголовный кодекс предложение внести. Пропаганда гомосексуализма, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или СМИ, в том числе выражающаяся в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни, гомосексуальной ориентации, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. Ну, мягенькая, самая мягкая статья. Думаете, они ее пропустили? Нет, ни в коем случае. Опять начали болтологию какую-то там. Вот Думец тоже исчезнувший, видимо, спившийся уже окончательно, был спикер фракции «Единой России» Владимир Груздев. Груздев такой вот назначенный олигарх, потом его списали в губернаторы, но из губернаторов списали уже совсем. Он тогда заявил, что преступлением может считаться только общественно опасное деяние, к которому обсуждаемая проблема не относится. Мы не видим необходимости устанавливать ответственность за очень размытый состав правонарушения. Вот такая была позиция «Единой России». В результате при голосовании законопроект набрал лишь 90 голосов. Что из этого следует? Что в 2009 году, когда рассматривался этот законопроект, Государственная Дума в основном состояла из людей, склонных подчиняться «Голубому лобби». И «Единая Россия», и ЛДПР, да и другие фракции в значительной мере или полностью были подчинены «Голубому лобби». Всего 90 голосов за введение этой нормы запрет на публичную демонстрацию своей гомосексуальной ориентации. Я еще скажу, что в 2007 году я поучаствовал в передаче «К барьеру», известный теперь уже среди националистов друг, тогда он мне был абсолютно известен, Вячеслав Мальцев был главным героем этой передачи. И тогда Владимир Соловьев, нынешний тоже подвластный, можно сказать, придворный телевизионных дел мастер, вот решил эту тему поднять и предоставил слово Мальцеву, который выступил тоже с простеньким законопроектом о том, что при баллотировке на какие-то избираемые должности кандидат должен объявить о своей гомосексуальной ориентации, если таковая имеется. Ну, вроде это даже и поводом-то не могло быть, но почему-то очень сильно заинтересовало телевидение, они устроили такую вот передачку. И тогда секундантом у Мальцева должен был быть Дмитрий Рогозин, я тоже вот в этой книжке пишу об этом, но Соловьеву сказали из Кремля, что тогда вот Рогозин был под полным запретом, сказали, ни под каким видом, значит, передача будет снята из эфира, если в ней появится Рогозин. А до эфира уже остается до начала съемок, там пару часов. Ну и мне Рогозин сказал, что давай поезжай, надо что-то делать. Я пытался как-то уклониться, отплеваться, но никого под рукой больше не было. Вот надо поддержать нашего соратника Мальцева, члена Родины, руководителя регионального отделения и одновременно вице-спикера Саратовской областной думы. Вроде бы у него и статус достаточно высокий в государственном ранге, то есть он заместитель руководителя областной думы регионального парламента, и у нас в Родине, он там на высоком посту находится, руководителя регионального отделения. Ну как было не поддержать? Как вот не поддержать, хоть тема и отвратительная. Я просто с души у меня воротил, что я должен ехать на такую передачу. Ну поехал там, выступил я. Один раз мне предоставили слово, сидел я там с Мурной, тоже отметил это, что Мальцев так сначала пытался все переложить на Митрофанова, и говорит, что он, собственно, инициатор того, чтобы вот эти гомосексуальные персоны болтались тут перед глазами, а для него эта тема не главная. Но потом как-то во второй половине передачи стух и Митрофанов, ну конечно он там по счетчику проиграл, потому что ну как же можно выиграть? Да он и не собирался выигрывать. И я в общем понял тогда, может быть и раньше я уже это понимал, но уж тогда это было совершенно очевидно, что эта передача не для того, чтобы что-то там запретить, и чтобы какие-то действия предприняли государственные органы. Общественное мнение это понятно на какой стороне. Общественное мнение гомосексуализм не приемлет ни в каком виде. Но чтобы это становилось нормой, надо это все время обсуждать. Поэтому есть такой Митрофанов, который все время соответствующие инициативы везде разбрасывает и это обсуждает, и как такой носитель много лет ходил, носитель представления о том, что гомосексуализм это норма, вот он болтался везде и на этой передаче тоже. Ему важно было, чтобы это обсуждалось. Важно было в качестве своих секундантов вывести вот этих извращенцев. Там тетка была с такой проволочной головой, с такими рыжими кудрями в виде медной проволоки. И какой-то еще там у него пришел в расписных тапочках человек. То есть вот люди, отклоненные от нормы, должны быть приняты, якобы приняты нашим обществом, как допустимое отклонение от нормы. Ну а теперь мы видим, дальше мы двигаемся к тому, чтобы это было нормой. А мы уже нормальные люди, которые понимают, что любовь между людьми, она продуктивна. Она продуктивна и в физическом, и в духовном смысле. А здесь уничтожают и то, и другое. И это государственная политика. Мы теперь уже видим, что это государственная политика. Тогда я задал Митрофанову вопрос. Так я сказал. Вот вы говорите, что анкета слишком прямой лобовой метод борьбы с гомосексуализмом. В необходимости этой борьбы вы вроде бы не сомневаетесь. Так какие же такие обходные методы вы имеете в виду? Какие маневры задом наперед и вверх ногами предлагаете? Представьте, что речь идет о выборе воспитателя для ваших детей. Вы готовы терпеть рядом со своими детьми лицо со странными сексуальными фантазиями? А почему же другим вы отказываете в выборе? Почему, если люди считают этот вопрос важным, вы хотите лишить их этой информации? Про свои методы Митрофанов сказать ничего не смог, но детей своих гомосекам отдавать так же не собирался. И я понял, что он сюда приходил не излагать аргументы, их просто не было, а за спонсорскими пожертвованиями. Возможность публично озвучивать на всю страну голубой манифест, как раз дама с проволокой на черепе, это дорогого стоит. Голубая мафия, о которой говорил Мальцев, непременно будет видеть в Митрофанове своего заступника и выразителя своих интересов. Ну вот мы пришли к тому, что уже не нужен Митрофанов, уровень уже куда как вырос. То есть это уровень уже правительственный, правящий уровень. Мы дошли до этого. И поэтому либо мы, русские люди, соберемся с силами и этих извращенцев из власти вычистим вместе со всеми их спонсорами и теми, кто считает, что это норма или допустимая норма. Либо мы все превратимся в рабов у этих извращенцев. И они будут заниматься, чем им вздумается, вверх ногами и задом наперед. Мы потеряем и страну, и нацию, и государство. Поэтому Россия и русскую власть без извращенцев, без порнографов, без предателей и воров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова